А вот от официальных структур информацию об убийстве Вороненкова приходится собирать буквально по крупицам. Что известно на эту минуту о резонансном деле, расскажет Ярослав Кречко. Это кадры последних секунд жизни Дениса Вороненкова. Убийца идет по пятам. Вороненков оборачивается, киллер сначала ранит его, потом стреляет в охранника и добивает уже лежачего экс-депутата. Раненый телохранитель лежа стреляет в убегающего убийцу. Киллер 28-летний гражданин Украины Павел Паршов. Уроженец Севастополя. В последнее время проживал в Днепре. В этом доме семья Павла Паршова купила квартиру в 2000-х. Сегодня дома никого. Соседи о семье отзываются положительно. Паршов жил с мамой. До переезда из Крыма в Днепр она развелась с мужем военным. Павел занимался спортом и, говорят, был хорошо воспитан. Всегда он поздоровывается, всегда пропустит, всегда подержит дверь. Это не так часто встречается. Он дома все время родителям помогал. С дедом тут ремонт делал. Я еще удивился, что мастеровой парень. Впрочем, днепровские правоохранители знают Паршова с другой стороны. В 2011-м его обвинили в финансовых махинациях. Он числился в розыске на сайте МВД. В 2015-м Паршов записался в Нацгвардию Украины. В батальоне Донбасс прослужил чуть более года. Затем без оружия самовольно покинул расположение своей роты и был уволен. Он проходил службу в подразделе Национальной гвардии Украины. Это батальон спецпризначения Донбасса. В 2015-м году они были в складе военной части 3057 города Мариуполь. Он пришел в 2015-м году, после того, как батальон перестал воевать, был в учебной роте. Потом ходил он, чтобы его уволили. Если убежал, его уволили по невыполнению контрактов. Дело Вороненкова ведет прокуратура Киева. В пресс-службе нам рассказали. Проводятся следственные действия. Пока без комментариев. А во Львове журналисты подловили военного прокурора Анатолия Матиоса. Но сведения от него скудные. Проводится очень интенсивно. Великая группа оперативников, службы безопасности, нас, полиции, следователей. Новости есть. Я не имею права о них говорить. Знаю тех оперативных работников, которые занимаются расширением спецучастников. Все слышали про автомобиль, который отъехал. Достаточно много уже сделано. Очень много. Советник главы СБУ Юрий Тандит во время торжественных событий по случаю годовщины создания службы сказал интернет-изданием. Видит связь между взрывами в Балаклее и убийством бывшего депутата Госдумы. На том же мероприятии Петр Порошенко призвал спецслужбу помочь следствию в деле Вороненкова. С правой честности всех правоохранительных органов Украины и служба должна подставить свои плечи и помогать. Есть и раскрытие убийства вчерашнего, когда рядом с премьер-палацом был убит депутат Госдумы России и главный свидетель по справе Януковича. И раскрытие убийство журналиста Павла Шеремета, и раскрыти диверсию вчерашнюю в Харьковской области. Что касается охранника Вороненкова, то он находится в столичном военном госпитале. Состояние тяжелое. Загроза пациенту первых 3-4 дни после операции не всегда. У нас есть, мы не можем сказать, что загроза пациенту в жизни пациента нет, что хворец находится в медикаментозном условии. Мы являемся закладом Министерства обороны Украины. С начала 14-го года наш заклад практически всегда круглодобово охраняется. Это по-зависимости того, какие пациенты тут находятся. По данным одного из интернет-изданий, у Павла Паршова остались жена и ребенок. Они проживают в России. Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова похоронят в Киеве. Ярослав Кречко, Галина Якушко, Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер.